Здравствуйте, ребята! С вами снова я, Надежда Геннадьевна, учитель английского языка. И я рада очередной встрече с вами в Доме знаний. Тема сегодняшнего вебинара – «Ты – здоровая личность». Hi, everyone! I welcome you in our school in the house of knowledge. Today we will discuss what it means to be a healthy person. Ребята, сейчас я прочту несколько утверждений о здоровом и нездоровом образе жизни. А вы переведите, пожалуйста, эти утверждения и отметите для себя наиболее полезные. Other people choose carefully what they eat. They buy fresh fruit and vegetables, eat salad and drink fresh water. Drinking alcohol, using drugs and smoking does people more harm than they think. It destroys their minds and bodies. Eating healthy food helps us not to become obese. If the weather is too nice to stay home, get some fresh air. It is good for the health. Doing sport is good for health. In summer, one can ride a bicycle. In winter, people usually do winter sports. It is not necessary to keep to some special diet. Regular meals are enough. Sleeping is very important. You need to have enough rest. What time do you usually go to bed? So, to what conclusion can we come? К какому выводу, ребята, мы можем прийти? Кто такой здоровый человек? A healthy person is the one who eats fresh food, does sport, gets enough rest and sleep. Кто же такой нездоровый человек? A unhealthy person is the one who likes junk or fast food, has harmful habits, doesn't do any sport. А теперь, ребята, давайте обратим внимание на следующее предложение. If the weather is too nice to stay home, get some fresh air. Слово to – это наречие. Оно означает слишком. Например, the coffee is too sweet. Кофе – слишком сладкий. The boxes are too heavy. Коробки – слишком тяжелые. Помните, ребята, мы говорили с вами о наречии enough. Это наречие, как бы двоюродный брат, наречие to. Посмотрите сами. Я дам вам такой пример. She isn't old enough to get married. She is too young to get married. Она недостаточно взрослая, чтобы выходить замуж. Она слишком юная, чтобы выходить замуж. То есть наречие to позволяет нам перефразировать свою мысль, выразить ее несколько иначе. А иметь возможность выбрать – это всегда очень удобно, не так ли, ребята? К примеру, как можно сказать по-другому следующую фразу? The tea was too hot for us to drink. Too hot – наречие стоит перед прилагательным. И это предложение можно перевести так. Чай слишком горячий для нас, чтобы мы могли его выпить. Как можно сделать это предложение по-другому? Давайте будем использовать наречие enough. И тогда эту фразу можно сказать и так. The tea wasn't cold enough for us to drink. То есть мы выбрали отрицательную форму глагола to be, и вместо прилагательного hot взяли слово cold. Чай был недостаточно остывшим для нас, чтобы мы могли его выпить. А сейчас, ребята, предлагаю вам прочесть следующие вопросы и ответы и выбрать подходящее по смыслу наречие. Why don't we go to the cinema? Почему бы нам не пойти в кино? Как можно ответить? Ответ может быть таким. I think it is too late to go there. The film has already begun. Как можно перевести это предложение? Думаю, слишком поздно идти туда. Фильм уже начался. А теперь давайте переведем следующую пару предложений. Может ли она выиграть гонку? Не думаю, что может. Она бежит недостаточно быстро. Получаем. Can she win the race? I don't think she can. She can't run quickly enough. И еще два наречия вспомним, о которых мы говорили на прошлом вебинаре. Это слова almost и practically. Вашим заданием будет перевести следующее предложение. They have spent practically all the money. I am almost ready. He has almost finished the job. Обратите внимание, пожалуйста, ребята, на перевод на речи. То есть при переводе этих предложений almost и practically переводятся как почти. И завершить наш вебинар хотела бы интересными фактами, которые принесут пользу для здоровья. Facts about health. Возможно, они покажутся для вас неожиданными. Давайте их вместе прочтем и переведем. Breakfast is the most important meal of the day. It gives you the fuel you need to be active and productive. Whether you are going to school or off to do something, your body needs to be fed, just like a car needs a gas. A gas. Завтрак – самая важная еда дня. Она дает вам топливо, которое вам необходим, чтобы быть активными и продуктивными. Если вы идете в школу или делаете что-то, ваше тело необходимо кормить, точно так же, как автомобиль нужен бензин. Leafy greens, like spinach and lattices, are filled with vitamins A, C, K and 4. These promote good health. They also have iron to help your body make red blood cells, calcium for strong bones and teeth. Листовая зелень, такая как шпинат и салат, наполнена витаминами А, С и К и фалатом. Эти витамины способствуют хорошему здоровью. У них также есть железо, чтобы помочь вашему организму вырабатывать эритроциты, кальций для крепких костей и зубов. Fruit is naturally sweet and contains many healthy benefits. Citrus fruits like oranges and strawberries are loaded with vitamin C. This boosts your immune system. Фрукты, сладкие, содержат много полезных для здоровья веществ. Цитрусовые, например, апельсины, клубника, богаты витамином С. Они повышают вашу иммунную систему, то есть улучшают ее. Конечно, весело проводить время за видеоиграми, компьютером, но наше тело должно быть активным. Бег, езда на велосипеде, плавание или занятия спортом укрепляют сердце и кости. Ребята, это было все на сегодня. Мы говорили с вами о здоровом образе жизни и узнали информацию о некоторых наречиях. Увидимся с вами на следующем вебинаре на платформе Дома Знаний. I wish you all the best. Thank you for your attention. See you soon, my dears. Goodbye. Goodbye.